здравствуйте друзья мои рад приветствовать на своем канале имеющим оригинальное название жук муравейники с вами ученик 77 он же дядя саша имеющий не менее оригинальное название великий ужасный он же благороднейший дон сандро к сожалению я начал записывать сначала это же второй раз я пытаюсь блин записывать меня нафиг все крашнулся у меня перестала нажиматься кнопка на пульте управления не смог закончить день давайте начнем новую игру так я уже тут все изучил значит космические учения обучение обучение нам не надо мы вроде почти все знаем на самом деле мы не знаем ничего на обучение все равно играть не будем полная игра эвакуируйтесь со взрывай со взрывающейся станции выживайте с теми припасами членами экипажа которых удалось спасти так выживание в жива выживаете в шевашем спасательном шаттле со случайными сгенерированными припасами членами экипажа давайте выберем вояд же так капитан у меня в прошлый раз была бабуля где бабуля я за нее вот давайте заново с бабули не у меня короче кнопка перестала нажиматься на пульте управления я вышел из игры у меня вообще все крашнулась нафиг хотел перезайти ничем не получилось у бедного несчастного старого поня дяди саши короче ребятушки девчатушки напоминаю что наш игру в контакте скоро начнется розыгрыш игрушек поэтому спешите в нее вступить бегите вскидывая колени и вступайте быстрее в нашу группу ссылку на группу в контакте есть в описании данного видео группа называется жук муравейники офишал или официал или офисиал так меган бежали собираем барахло собирай барахло и пихай его скорее в шаттл этого одноглазого типа а чё такое а потому что еще не началось о давай артефакт артефакт бери а не берется артефакт а досу бери мне нужно вон-то странная бегемота или корова или кто это вообще такая так суп 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 а yes yes sup yes yes i like to супе супе так надо еще кого-то отхватить ну давай вот эту чувиху возьмем так суп возьмем давай еще суп возьмем так а вот тут какие-то камешки я видел валяются да поджигалка и чё такое ресурсы какие-то так кидай так вот тут я видел тип застрял так его кладем сразу так экипаж у нас заукомплектована чё такое я это могу взять так это чё такое я могу взять руководство в шаттл так а чё мне еще поблизости хватануть каких-нибудь резиков резиков бы каких-нибудь тут есть какие-нибудь резики а вон чё там такое вот это бери что-то не может взять хочу я не успею что ли успел успела закрылся не успела ну как так ну как так 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 хорошо все почти уже в супа дофига напихала вот жадность фра и разгубила нечего было ладно заново начнем а второй раз уже так хорошо не получится не не получится второй раз так хорошо ну давай быстрее загружайся ну чё то астра гражданин ну сколько можно то время тикает time time цыгель цыгель бай люлю скотч если скотча можно склеить все то как склеить сам скотч а он самосклеивающийся так ну побежали заново да не туда ты бежишь у тебя чё инверсия что ли какая-то чё тут я еще могу хватануть вот эту фигню могу хватануть а вот эту так ну тогда давай все это выкинем нафиг пока у нас есть запас времени а у меня не открылось у меня коробочка не открылась да так аптечка вот эта фигня руководство по эксплуатации шаттла а все не могу так так пошли людей собирать вот он замерзший гражданин астра все в шаттл так давай за временем только следи дядя саш так этого типа мы укомплектовали так тут у нас кто-то был носочек так меган нет это не меган это дити это дити так а где же они еще мои ребята находятся где-то здесь давай пробежимся тут у нас еще комнатка есть а вот он он а вот он он мой красавец а вот он мой красавец я его подобрал так шаттл 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 так еще что-нибудь успею взять или опять расшибусь ну давай вот руководство и давай вот этот артефакт все ура должны успеть должны успеть артефакт взяли все все у и с планета взорвалась какой нафиг ЕС-планета взорвалась. Целая планета. Совершенно полностью. Я надеюсь, меня опять на четвертом дне не заклинит, как в прошлый раз. Не хочу, чтобы опять заклинило на четвертом дне, как в прошлый раз. Значит, руководство. Галактический бестселлер. Более 42 статьи обо всем, что хотели бы вы знать о Вселенной. Космос 101. Так, ну что. Рад вас приветствовать, друзья мои. На борту космолета Техмосип. Мы на нем находимся. У нас там тепло, уютно и даже есть. Немножечко покушать. Сейчас загрузится мой астрический гражданин. И мы пора, продолжим выживать. Там нам сейчас речь предложат произнести. В прошлый раз я произносил речь, основанную на силе. Сказали, что это была какая-то пург. Речь, основанную на силе. Какая к дьяволу у бабули сила? У нее и ума-то нету. А что тогда? Ловкость? Система экспедиции уровень 1. Статус недоступна. Чего-чего-чего? Какое недоступно? Так, артефакт. Мега. Выносливая. Диди. Докинс. Одноглазый Чувачелло. И малыш Бронко. Эх, я вон того... В прошлый раз у меня был этот, как его зовут? Вачочках, который забыл, как его зовут. Приветствую. Ну, понятно. 60 парсек. Закинули. Это я уже читал. Не хочу читать повторно. Так, капитан. Поскольку только что приняли командование, вам нужно произнести речь. У нас есть ловкость, есть интеллект и есть сила. Ну, бабуля, какая ловкость? Какая сила? Есть ли только интеллект? Есть ли только интеллект? Больше нам ничего не светит. Это максимум, на что мы можем рассчитывать, на интеллект. Но и интеллекту не нет. Я вообще капитана неправильно выбрал. Бабуля, не надо капитаном выбирать. Но я выбрал. Казалось бы, интеллектуальная речь, это отличный день. Разумеется, только в том случае, если тот, кто ее произносит, достаточно умеет. Ну, короче, нам ничего не катит. Бабуля, неудачный капитан. Ваш язык внезапно прилип к небу. Вы не смогли сказать ничего, кроме... Да здравствует рептилии! Это был опять худший речь, из тех, когда-либо произнесенных. Слушай, а что, бабка вообще не может нормальной речи произнести? Капитан, ремесленный модуль. Ну, мы все знаем. Можем чинить. Так, короче, нам никто не предан, да? Понятно. То есть, ни сила, ни интеллект на бабулю не катит. Ремесленный модуль. Изготовление предметов. Так, у нас есть немножко, мы можем что-то изготовить. А, для этого у нас нет ресурсов, да? Так, для модернизации у нас есть ресурсы. Система, ремесленный модуль. Можем резко модернизировать, да? Артефакт можем резко модернизировать. Руководство резко модернизировать. Скотч или поджигалку. А что нам ремесленный модуль модернизировать, Если нам не из чего изготавливать Не из чего нам изготавливать Какой смысл его модернизировать Супа вот единственное у меня мало Все хорошо, а супа мало Ладно, с ума сойти вы нашли на борту голографические шахматы Никогда о них не слышал Обычный шахмат, но доска большая круглая А место фигур голографические монстры Физически фигуры не нужны Поэтому я могу с вами сыграть Вам придется вводить мои ходы Но помните, что вентиляцией в вашей каюте управляю я Да, это намек Ну, мухлевать не надо, ну что, сыграем Ну, как мы вывеселись у нас с интеллектом-то, проблемы Ну, давайте на силу попробуем То есть на ловкость Хотя, я думаю, ничего не получится Я думаю, ничего не получится Слушай, бабуля печальный персонаж Больше не буду его брать в экипаж В этих, в капитаны Буду либо того чувака в очках Либо вот этого Диди Вы, вы меня победили Обыграли в голографические шахматы Как? Подождите-ка Как мои фигуры оказались вот здесь? Вы что, вели ход в мой ход другие данные? Ох, ну точно, ах вы мелкий шулер Мне приходится бороться с желанием включить систему жизнеобеспечения Смотреть за тем, как нехватка воздуха стирает с вашего лица эту самодовольную хмылку Капитан, прочь минутку Эта фраза намела на мысль о том, как сделать систему жизнеобеспечения эффективнее Ладно, в этот раз я вас прощаю Хорошо сыграли Фу, пронесло Хорошо сыграли Просматриваю чертежи красивых машин Так, это я уже читал Удалось автомат, чем его починить? У нас скотч есть Давай починим скотчем А то в прошлый раз мне нечем было его чинить Ну вот И на следующем дне меня заклинило Я не смог принять решение Неужели опять будет такая же петрушка? На четвертом дне заклинило По данным официальных правительных исследований во вселенной Нет ничего, что нельзя было бы починить с помощью скотча Вы поступили очень находчиво Приклеив скотчем ножку стула на место рычага Теперь остается всего лишь дернуть И, пожалуйста, капитан Совершенно новая банка с супом Ура! Нам дали новую банку с супом Не волнуйтесь, мне удалось избавиться от того хлама, который остался Внутри была только одна порция Так, значит мы получили суп Кушать мои космонавты еще не хотят Так, что же эта ночь становится интересной Вы проснулись из-за ночного кошмара Пока ваши глаза привыкают к темноте Вы внезапно осознаете, что они одни В тени можно разглядеть силой человека Он недвижен, но, кажется, смотрит прямо на вас Нельзя просто не обращать над вниманием Что будете делать? Ну, давай посветим Давай посветим Давай посветим Ай, пистолет у нас нет А в прошлый раз у нас был пистолет Зато у нас есть артефактический артефакт Эээ, что мы там? Сгорели от зажигалки Ночка выдалась веселой, капитан Проснувшись, вы увидели кого-то, стоящего в тени Фигура не шевелилась Просто смотрела на вас Ужаснувшись Вы решили воспользоваться зажигалкой Чтобы лучше смотреть таинственных гостей И, удивительно, вашим ночным кошмаром была Всего же маска вещающая на вешалке Вы так испугались Это действительно смешно, без сомнения Завтра мы над этим посмеемся Вот я начну прямо сейчас Странно Что раньше вы не заметили маску на борту Но вы не из тех, кто смотрит дареным и конем в зубы Не так ли? Просто порадуйтесь, что вы нашли ее, капитан Я обещаю перестать смеяться над вами где-то на следующей неделе Плюс одна маска Вы особо не жалуетесь, но я знаю, что вы хотите есть, капитан Малыш жалуется на пустой желудок Диди просит немного супа Том хочет что-нибудь съесть Да? Том хочет что-нибудь съесть? О, Том оброс О, голоден О, голоден Я голоден Значит, сейчас всем дадим супчику Интересные новости, капитан Похоже, за одной из стены их панелей есть полость Может, там находится тайная комната Или секретная заначка Думаю, стоит проверить Что будет делать, чтобы узнать, что за этой панелью Сила Ловкость Ну, ловкость нам один раз помогла Мы обыграли в шахматы Ну, давай Сил-то у нас точно нету Так, и давайте-ка мы их всех накормим супом Так Суп 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 Что там нам помогло В полость секретную проникнуть Наша ловкость Так, бабку больше не буду капитаном выбирать Бабка плохой, капитан Вчера от меня поступило сообщение о полости За одной из стены их панелей Вы всеми силами старались до нее добраться Но так и не смогли Наверное, мы никогда не узнаем, что там По моим расчетам, получается, что шанс найти Такое сокровище, как, например, огромная банка с супом Составляет только 1% Короче говоря, играя не стоит свеч Вы перестали жаловаться на паек Наконец-то Малыш больше не нуждается в дополнительном пальке Диди больше не прой супа Пока что То он в порядке, супа достаточно Блин, это, конечно, хорошо Но у нас последний суп остался Чего они так много жрут? Изготовление предметов Нет ресурсов Модернизировать А давай артефакт модернизируем Не знаю, зачем Но давай модернизируем Так Чего у нас тут? Что нам главное Капитан, нам нужно кое-что увидеть Сканеры нашли контейнер Который дрейфует в космосе Поблизости от нас Интересно, что внутри Что будем делать, капитан? Попробуем затянуть контейнер на борт Попробуем 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 Так, у них все нормально Эти чуваки обросли Немножко бородой Хоть оброс я с бородой Космонавт я молодой Так, седьмой день Всего лишь седьмой день А нам надо 30 прожить Чтобы мы это Таинственный груз Который Вчера засекли скалеры на борту Открывай ящик Через 3, 2, 1 Он пустой Совершенно пустой Какое разочарование Модификация завершена Доступен новый Предмет Необычный ортефакт Необычный ортефакт Глаза светятся Так, ясно Диди Докинс Том Томсон Малыш Бронко Меган Ман Может еще что-нибудь Модернизируем Переработать можем У нас носочек даже есть Мы пока переработаем Модернизировать Модернизировать Нет ресурсов на вот это Так, можем руководство Модернизировать По выживанию в космосе Да И у нас есть какой-то Суперскотч Давай мы сейчас Модернизируем руководство А потом Суперскотч Так, что там нам Космические путешествия Бывают скучными Но способов повеселиться Всегда хватает Поверьте мне Я живу в компьютере Давайте придумаем игру В вашей игре потребуется Основа, которая может быть Связана с неким предметом Проявить фантазию Какую игру вы придумаете Догони меня лопат Подожги меня зажигалка У меня только подожги меня зажигалка Возможно игра Возможно она будет опасная Ну что нам можно Ну что мы можем поделать Так, что там Восьмой день День восьмой Вы придумали Игру про зажигалку Основа вашей игры Гоняться за экипажем По всему шатлу Да я так и понял Если тот За кем вы гонялись Получал ожог Он должен был Десять раз отжаться Вы играли до тех пор Пока не осознали Что от вида плани Начинаете ужасно Скучать по земле Что мы с ума что ли Сошли от этого Там Там вы хотя бы Могли отправиться В поход Помните походы Вы со своим экипажем Сидели возле зажигалки Размышляя о шашлыках Модификация завершена Доступен новый предмет Руководство Исправленное здание Жрать еще не захотели Так Руководство Исправленное здание Экипаж Без капитана Обречен на провал В открытом космосе Нет права на ошибку Система экспедиции Недоступна Так Есть они не хотят Диди не хочет Меган у нас По прежнему вынослив Что-то накалякано На пульте управления Обратите внимание капитан Это весьма необычно Мы регистрируем Неизвестные сообщения Но я не могу определить Кто их посылает И что еще важнее Каково их содержимое Может быть дело в помехах Из-за вспышки на солнце А может и кое с чем похуже Вдруг это новый тип Советской кодировки Китайской Северокорейской Советской Все вы что-то на советы грешите Прям чуть что Не ну можно другого Придумать Как его там Монстра то в играх Не обязательно советы Нам надо расшифровать Это Ну просто это уже как-то Вульгарно Советы во всем Давайте в Великобританию Они там тоже те еще говнюки Между прочим Нам надо расшифровать эти сигналы Как можно скорее Насколько можно судить От этого зависит наша жизнь Но пусть расшифровать Диди Она вроде самая умная Из всех Нас Так о карась босячий у нас За стеклом на нас Смотрит Изо всех сил Так Зажигалка Маска Скотч Ну давай скотч модернизируем Я не знаю что нам это даст Так тут я уже принял решение Принял решение Так ну что Завершаем денек Завершаем денек Так Диди на тебя Вся надежда Расшифруй А то понимаешь Советско-великобританскую Кодировку Первый контакт Оу Еее Первый контакт Капитан Вам надо это увидеть Меня не так легко Ввести с равновесия Но это один из величайших моментов В истории человечества И создана Человеком Искусственного интеллекта Мы не одни в этой вселенной Сигналы которые мы приняли Наконец-то расшифрованы Их посылает инопланетяне Иначе говорят другие формы жизни И нет Я говорю не о коммунистах Такого мы еще никогда не видели Похоже в этой галактике Множество развитых цивилизаций Сигналы поступают отовсюду Можно с уверенностью предположить Что с некоторыми из них Мы рано или поздно Встретимся Наша Или точнее Ваша жизнь Никогда не станет прежний капитан Диди провела великолепную работу Ее удалось заследить Некоторые радиопомехи И найти на нашем маршруте Потенциальное место для посадки Расчетное время нашего прибытия На это небесное тело Чем бы оно ни было Составляет Т-3 Че 3 дня что ли? Модификация завершена Доступен новый предмет Суперсклейки Скотч Вы сегодня в отличнейшей форме Капитан Теперь вы чувствуете прилив энергии Малыш позаводится о новой психике Ведь теперь он в норме Да И есть никто не хочет Ммм В норме Ух ты У малыша появилась надпись В норме Выносливый Энергичен О, а мы стали энергичны А от чего так? От того, что у нас типа положительные моменты были Капитан У меня есть хорошая и плохая новость Хорошая новость Идея использования шлюз В качестве космического туалета Была удачной О, у меня в прошлый раз вот на этом заклинило Теперь шлюз заполнится И вот с режима нужно сбросить в космос Плохая новость Люк шлюза заклинил Если вы не забирали Да-да-да-да-да Ну давай скотчим Давайте скотчим что ли Я не знаю Так Мы модернизировать больше ничего не можем Изготовлять не можем А, ну у нас ресурсов по нулям По нулям Если только что-нибудь Разобрать на запчастные части Завершить День Так Что там у нас? Что там в нашем открытом космосе? День десятый Когда мы там уже высаживаться будем на планету Скотч Спас Положение Капитан Люк шлюз работает как часы А проблемный груз В кавычках То есть кукашки Сброшен Мы спасены Не сомневаюсь Что исчезнет и Запах Когда-нибудь Когда-нибудь Ваша команда в безопасности Капитан Какое облегчение Для вас всех Мы по-прежнему летим К потенциальному месту посадки Расчетное время прибытия Т2 А, ну 2 это все-таки дни Малыш по-прежнему в ясном сознании Гиди находится в оптимальном психическом состоянии Теперь она в норме Том позаботится о своей психике Теперь в норме Том просит немного супа Так В норме В норме голоден В норме Так Тому надо дать покушать Угу Тому надо дать покушать Что у нас тут? Капитан Наши системы работают Хуже оптимального уровня По моим данным Может быть проблемы с проводкой Предлагаю вам заглянуть под капот И починить провода Пока не произошла неполадка Провода засунуты в темный угол И они перепутаны все в пыли Вам придется самостоятельно Разобраться с починкой Я доверяю вашей интуиции Не то чтобы у меня был выбор Так Ну у нас вроде с интеллектом хреново Ну или все-таки на интеллект Ловкость Блин Блин Давай интеллект Так Давай Тому дадим немного супа Так Тому дадим немного супа Пульт связи Тут мы выбрали Короче все выбрали Статус дня Готовченко Ну давай Готовченко Надеюсь провода там Она не порвет все Это бабуленция Это Ка Ка Обладательница штанов Карго Так День 11 Нам остался один день Да Расчет номер Хорошая работа капитан Вы доказали что ваших мозгов Хватает для починки Отказавших деталей Ура Система шаттла опять работает Со стандартной мощностью Боюсь что этот шаттл По настоящему разваливается Время для того чтобы нормально Закончить его постройку не было Кто бы мог подумать Что Что внезапно начнется Ядерный апокалипсис Да Я например Это робот пишет Я А он например Но никто меня не послушал Никто не слушал Никогда не слушает Компьютерных помощников Ну что ж Наверное такова жизнь Всего лишь единицы нули На в основном нули Судя по навигационным показаниям Мы по прежнему Направляемся к потенциальному Место посадки Расчет и время прибытия Т1 Ваше состояние здоровья По прежнему Можно назвать образцовым Малыш по прежнему В ясном сознании Том по прежнему В ясном сознании Вы довольно сильно Проголодались капитан Малыш хочет есть Диди просит больше Распорционов Том в порядке Супа достаточно Так Нам нужен суп О На что-то Статус компьютер Примите решение Здравствуйте капитан Могу я спросить Почему вы роетесь в файлах На самом деле Вам нельзя смотреть На содержимое Моцепрового хранилища Хм Про Прот Икс Это просто веселый файлик Пожалуйста Только не надо О нет Что же вы сделали Вы не должны были запускать программу Протокол Икс включен Это секретный протокол Он был разработан для экспериментов Впоследствии включения протокола Будут тяжелым Кайтан Используйте свои способности Сделать что-нибудь Но у нас только если ум Так И у нас супа хренушки Они все хотят жрать Так Нам надо что-то переработать Нам надо что-то переработать Ну давай переработаем аптечку Что мы получим Мы получим 10 вот этого И вот это Из этого мы жратву не сделаем Так Из этого мы жратву сделаем Ой Сделаем из зажигалки Один мы можем сделать Из маски Из маски тоже Она вам возможно потребуется Улучшенное руководство 30 получим Ну наверное его не надо трогать Носок тоже не надо Ну что давай попробуем Тогда разобрать зажигалку Да Если что потом разберем еще аптечку Зажигалка Зажигалка Ну давай Я не знаю Может решение конечно неправильное Неправильное Так Тут я принял решение Принял решение Так Ну давай завершим денек Сейчас мы должны прибыть На планету Совершить посадочку Ну или хотя бы к ней подлететь Или хотя бы к ней подлетьет Так Несмотря на все ваши усилия Вы не смогли остановить Включение протокола Икс Через вентиляционную шахту Было распалено вещество Вызывающее страх Блин Именно поэтому вам показалось Что корабль заполнен гигантские муравьи Мне очень жаль капитан Есть множество протоколов Разработанных организаторами Проекта Астрогражданин Которые никогда не должны запускаться Боюсь что после этого Фиаско всему экипажу Понадобил психологической помощи Вам тоже невидим Что ваш рассудок пострадал Ядрен батон Но это было не избежать Вы все еще голодны Дети Понятно Че крышняк у всех поехал Да А да нет вроде Да нет вроде не поехал крышняк Нормально все Изготовление предметов Давай суп сделаем Так давай сделаем суп Так хорошие новости Ну хоть какие-то хорошие новости Мы приближаемся к небесному телу И кажется это планета Мои сканеры не обнаруживают на ней Жизни Зато видят на поверьте Какие-то строения Которые похоже Когда-то были застелены Климат суровый и неприветливый Но ведь это лучше чем застрять в космосе Верно Ну да мы может выйдем Каких-нибудь ресурсов соберем Можно попытаться совершить посадку Но управление кораблем потребует Отличной зрительной моторной координации К счастью вы очень проворные ловки И наверняка без труда с этим справитесь Да Так Меня тут отвлекли телефонным звонком Давайте нас заново читать Хорошая новость Капитан Мы приближаемся А Посадить самолет Все Фух самолет Тахмасип посадить Это я выбрал Так Пожрать А Ну я только зарядил изготовление предметов Кушать нам пока нечего вам дать К сожалению Поэтому терпите Терпите Так Ну что Завершаем день Сажаем Тахмасип На неизвестную Неизвестную планету Интересно Как долго они могут не кушать Как долго Оу, ау-ау, мы сели Вот это мне не понравился День тринадцатый На тринадцатый день Мутопия, а, на мутопию я уже садился Отличный работ, капитан Мягкой посадку не назовешь Однако вам удалось посадить саттл С минимальными потерями Шаттл, похоже, все в порядке, если не считать Некоторых повреждений пульта связи Вот мне только этого не хватало Полагаю, его еще можно спасти Однако на то, чтобы рассчитать оптимальный способ проведения ремонта У меня идет немало времени Пожалуйста, капитан, сохранять терпение Можете пока выйти из шаттла и отправиться осмотреть окрестность Кто знает, вдруг это место окажется своего рода мутопией Погодите, я только что промычал А какой странный сбой Я, очевидно, хотел сказать мутопии Капитан, модуль экспедиции доступен Модуль экспедиции, который находится за кабиной, доступен Хотите совет, прикажите кому-нибудь Надеть скафандр и отправить его наружу Нам надо пополнить припасы Как можно скорее Давайте начнем освободить космос Изготовление завершено Доступен новый предмет суп Вы умираете от голода, капитан Вам стоит перекусить Малыш умирает от голода Можете ему найти порцию супа Диди умирает Дайте ей поесть Так, а что нам тут предлагают Капитан, нам удалось засечь сообщение Неизвестное происхождение К сожалению, во время посадки Пульт связи получил повреждение И мы не можем понять эти сообщения А у меня вот этого нету Коммуникатора У меня нету коммуникатора Ядрит-ангидрит Нет у меня коммуникатора И не можем мы ничего расшифровать Вот это очень плохо А кто же нам пульт связи починит Истощен Истощен Томсон Истощен Блин, все истощены Так, нам нужно что-то срочно переработать Давай аптечку переработать А, нет С аптечки мы ничего не получим Ну давай маску переработаем И жрать хотят по-черному Так, кого же накормить? Кого же накормить? Ну, малыш потерпит Капитан, что ли, накормить? А то еще сдохнет, не дай боже А, суп только на... Одна банка на одно рыло Ух ты Как серьезно Банка на рыло Блин До этого у меня тут сейчас и кочурите все К ядрине фени Так Ну давай дальше смотреть Что там у нас Отсутствие портативного коммуникатора Фактически помешало вам починить пульт связи Очень жаль Мы застряли здесь без возможности Установить контакт с окружающим миром Наше положение не улучшилось Призываюсь как можно скорее Подключить исправный коммуникатор К пульту связи капитан Да где я его возьму? Призываю Починить систему коммуникации шаттла Как я ее починю? Ну, нечем чинить Нечем чинить Так, а, мы можем кого-нибудь куда-нибудь отправить, да? Цель Персонаж Так, цель Ну и что, если я нажму Выбрать пункт назначения? А, понял Лип сюда, на болото Можем жратву про срок Три дня ходить Так Пещера Три дня ходить Ущелье Три дня ходить Угрозы какие-то Ммм, пустыня Ну, нам придется идти на болото Только там мы можем раздобыть ресурсов и угрозы радиации Так, выбрать член экипажа Ничего, и она не модернизированную нас учешет, да? А что же ей можно дать? Может, ей артефакт дать? А чем он ей поможет? А пусть возьмет артефакт Может, он правда как-то поможет Так Так, тут мы что? А, один шанс из тысячи кто-то заметил, что недалеко от нас лежит аварийный грузовой ящик программы Астрогражданин. Бзззз, я должен был проверить точный шанс. Они бесконечно малы, к сожалению, ящик пуст. В нем лежит всего один шприц с УОЖ... УОЖО АКЗ. Установлены броса жидкости для омоложения Астрогражданина и комплексного выздоровления. Не спрашивайте меня, почему ЗЭЗа главная. Кто опробует шприц на себе? Так, это уже не может опробовать. Ну, пусть малыш опробует. Пусть малыш опробует. Сейчас малыш мутантом станет. С шприцами я еще пока не сталкивался. День пятнадцатый. Так, малыш свел себе УОЖО АКЗ, который мы нашли в грузовом ящике неподалеку. Сегодня он чувствует себя гораздо лучше. Малыш по-прежнему может испытывать голод или какие-либо недомогания. Однако умственная физическая способность будет значительно улучшена. По крайней мере, на время. Так, Диди отправилась в Гейссуп. Так, малыш истощен. Он голоден. Голоден. Так, ну тогда малышу придется дать супа, чтобы он не склеил ласты. Так, этому мы не сможем никакого супа дать, да? Так, а чем мы тут можем теперь изготовление предметов? Нет ресурсов. Переработать. Скотч, аптечку. Но аптечка нам не дает ресурсы для изготовления еды. И носок не дает. Понятно. Так, а это у нас Диди вернется только через 3 дня, да? Так, что нам пульт говорит? Капитан, вы не заметили, что всякие предметы внутри шаттла немного передвигаются на сантиметр в одну или другую сторону? Но все равно можно было бы списать это на микровибрацию, но я ничего такого не регистрирую. Если вы сконцентрируетесь на слеже этих движений, возможно, мы сможем понять хотя бы часть этой скрытой за нами правды. Да, давай, Ирн. Давай, все, поехали. Завершить день. Надоело все. Давай быстрее, Диди, принеси нам что-нибудь, чтобы мы могли себе сделать еду. Так, чтобы мы могли себе сделать еду. Вы выкрали время из своего забитого расписания, чтобы проследить за небольшими объектами внутри шаттла. Да, некоторые из них точно передвигаются, особенно когда вы на них смотрите. Кажется, делают они это по собственному усмотрению. Вы определили, на какие вещи этот феномен влияет сильнее всего и закрепили их, чтобы ничего не падало с полок и столов. Такой практически подход к этой проблеме послужил полным к тому, чтобы гореть своим умом. Ваше желудок все еще пустой, и Диди еще не вернулась. Переработка завершена. Ой, я что, носок переработал? Тьфу ты, я же не хотел носок перерабатывать. Ой, баран. Ой ты, баран. Руководство переработать. Скотч переработать. Ну давай скотч переработаем. Хрен с ним. Блин, не то переработал. А зачем вообще носок? А, не хотел ничего не перерабатывать, а случайно переработал носок. Капитан, ночью рядом с вашим шаттлом появилась яма. Оттуда идет вонючий пар и доносит отвратительное бульканье. А еще я там уже скотч перерабатываю. Непосредственно грозу она не представляет, но я была бы очень благодарна, если бы что-нибудь предприняли. Запах просто отвратительный. Шум раздражает, а то и другое время, а то и другое вместе оскорбляет мои датчики. Ну не знаю, не знаю, не знаю. Сейчас руководство просрем и не будем знать, как выживать в космосе. Когда там уже Диди причешет? Когда там уже Диди причешет? Диди! Вернись. Шумная, вонючая яма. Возле корабля заслуживает исследование. Экипаж собрался возле нее и внимательно сравнил иллюстрации с руководством. Руководство с ямой. Лучше бы вы держались с нее подальше. То, что это был храпящий хамелеон острохвост. Вы поняли только тогда, когда он проснулся и улетел. Серьезно поранив вас при взлете. Наконец-то мы сможем сладить с тишиной. Однако вас, острограждане, надо подлатать. Малыш все еще хочет есть. Том, кажется, все еще безумный хочет есть. Переработка завершена. Вы умираете от голода. Так, а что он у нас? Выносливо истощен. Так, этот хочет жрать. Этот хочет жрать. Так, нам срочно надо супа. О, мы еще можем коммуникатор сделать. А, ну тогда сначала суп, а потом коммуникатор. Так, а потом коммуникатор. Пока они у меня класты свои не склеили. Они могут склеить. Капитан, мы по-прежнему не можем принимать сообщения. Настоятельно рекомендую вам найти способ починить пульт связи. Мне надо было коммуникатор сделать. Я все забываю сделать. Все, я сейчас коммуникатор сделаю. Так они жрать хотят, коммуникатор. Я буду делать коммуникатор. Они сдохнут. Нельзя же сразу сделать и суп, и коммуникатор. Что-то одно только. Вот в чем проблема. Вот в чем проблема. Диди не пришла. Отсутствие портативного коммуникатора фактически помешало вам починить пульт связи. И очень жаль, мы застряли здесь без возможности. Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. Игровые фишки сделаны из минералов, которые могли бы нам пригодиться. Я, конечно, не из тех, кто любит портить уже веселье. Но, по-моему, если поглядеть на доску, то станет понятно, кто выиграл. Так что они вряд ли станут возражать, если мы попортим их нолики и крестики. Возьмем навсегда смелость. Да возьмем, что нам делать? Нам делать нечего. Давай возьмем смелость. Мы будем смелыми и отважными. Сказал отважными быть и смелыми. Так, ну что, кто-нибудь сдох уже, нет? Так, коровья территория с достижением какой-то 2. Так, о, Диди причесала. Демонтаж огромных фишек, крестиков, ноликов прошел успешно. Бросивших партию игроков, нигде не видно. И вы вернулись, сгибаясь под тяжестью наших минералов. Плюс 20. Отлично! Да, учитывая... О, суп, суп, суп. Диди принесла суп. Да, учитывая их огромный вес, погрузить их на кораблик, оказалось трудновато. Но вы отлично справились. А тем игрокам вперед наука. В следующий раз не будут оставлять игрушки валяться на полу. То есть, эээ, на поверхности планеты. Я уверен, никто не будет против. Диди вернулась из своего путешествия по трясине. Она, очевидно, плохо себя чувствует. И нуждается в пище из-за того, из-за чего-то расстраивается. Но важнее всего в том, что она не инопланетянин. Двойник, мы так думаем. Она начинает вспоминать день, проведенный в трясине. И вы внимательно слушайте. Диди случайно раздавил ядовитый болотный цветок. Весьма неприятно. И, скорее всего, очень вредно для здоровья. Болото казалось богато химикатами. Диди собрала много полезных веществ. Плюс 32. Огалось найти по пути. Три. Замечательное путешествие. А, Диди, что? Хорошо, что Диди цела невредим. Да, хорошо. Да, класс, класс, класс. Диди, молодец. Молодчик, Диди. Ты вообще молодчик. Травмирован. Что, и аптечку надо применить, да? Лечит болезни, травмы и чуму. Так. Так, у этого чего голоден, слаб. Так, значит, всех накормили. Артефакт она притащила. Что там было написано? Погоди, что там было написано? Ремесленный модуль. Можно изготовить предметов 5. Можно переработать 2. Так, нам нужен коммуникатор. А то у нас какие-то офигенские проблемы из-за того, что у нас коммуникатора нет. Вот так, что тут нам этот заявляет? Капитан, сзади трехголовый мутант. О, извините, капитан. Кто же мог подумать, что в ходе обычной тренировки вы и так подпрыгнете, ударить головой, выиграть плохо. Кровь повсюду. Если у вас есть возможность чем-то залечить рану, то советую вам это сделать. Так я уже аптечку использую. Слышь, ты, мерзкий компьютер. Я тебя накажу. Мы уже аптечку используем. Как мы можем ее дважды использовать? Так, ну что? Травму-то мы свою вылечили или нет? День 20. Вы уверены, что игнорирует рану на голове хорошая идея? Капитан, если бы мой процессор почти не разбили на кусочки, мне бы было страшно. Вы уверены, что из-за этой травмы не нарушилась ваша способность к критической мысли? С другой стороны, может, у вас и до инцидента были с этим проблемы? Так, состояние ваше здоровье улучшилось. Больше вы не чувству слабость. Вам, наверное, стоит обеспечить себя пайком, капитан. Малыш просит больше рационов. Так, голоден, верен, слаб. Голоден, слаб. Выносливый, голоден. Так, хорошо. Супчик вам давайте сделаем. И кого-нибудь надо подчислять. А кого можем послать? Она голоден, слаб. Выносливый, голоден. Слаб. Вообще, можем кого-нибудь на улицу отправить? Так. В болоте мы были. В ущелье. Там у нас что? Энергию можем заработать. Угрозы. Шанс минералы. Все на три дня уходят. Пещера. Пещера. Угроза. Вот это что такое за угрозы? Ну, давай в пещеру пойдем. Так, кого же нам выбрать? Опять Диди отправить? Так. И, значит, Диди пусть идет. Диди. Так. А оборудование какое ей при себе взять? Опять артефакт и руководство. А пусть чешет. Так. Что тут у нас? Капитан, произошла ошибка. Ошибка. Произошла поломка. Пожалуйста, почините меня. Ошибка системы. Необходимо срочно вмешать. Ошибка. Капитан, сделайте что-нибудь. Ой, ты ж госпида. Госпида. Как дети малые. Диди же голодную отправил на улицу истощенную. Она там сдохнет и не вернется за эти три дня. Есть у меня такое подозрение. Зря я ее отправил, конечно. Доброе утро, капитан. Спасибо за то, что разобрались с ошибкой, из-за которой возникли сложности со связью. Произносите, вы прямо хакер. Уф, какое облегчение. Ну, все понятно. Супу сготовили. Диди отправилась. Так, капитан, выносливый, голоден, слаб, голоден, слаб, верен. Так, еще один суп давай. Так, кто у нас тут? Голоден, слаб, верен. В норме. А вот это как-то плохо выглядит. Ну, давай его накормим. Так, давай его накормим. Что тут у нас? Радио просто не хочет молчать, капитан. Сейчас мы получаем информацию. Вот, у нас есть коммуникатор. Кто бы с нами не пытался связаться, кто бы с вами не пытался связаться, идите в пень, колоду. Блин, там у меня диди скорее всего окочурится. Надо было мне раньше суп начинать делать. Что-то я проморгался, то йовину надо было разбирать предметы. С помощью нашего коммуникатора вы ответили на странные сообщения звуками блип и блоб. Особо ничего от этой затеи не ожидаю. Вы удивились, когда через несколько часов мы услышали стук в дверь шаттла. Снаружи никого не было, но на порой кто-то остыл рабочую батарею. Вы все еще голодны. Так, нам кто-то батарею подсунул, да? Мы можем ее переработать. Получить из нее 10 энергий, да? Ну, давай. Давай, что такое? А, атомная батарея. Атомная батарея. А может не надо атомную батарею перерабатывать? Так, не, давай атомную батарею мы пока не будем перерабатывать. Не. Давай мы суп еще лучше изготовим. Режим изготовления предметов. У нас же в переработке ничего не включено. Не, не включено. Давай суп сделаем. Так, сделаем суп. Хорошо, суп сделали. Теперь этому типу он голоден, слаб, но верен. Этому все хорошо. Это голоден, а вот этот слаб. Значит, мы его накормим. Ибо он... Ибо он слаб. Кто слаб, того и надо кормить. Капитан, мы по-прежнему не можем принимать сообщения. Но у меня же есть коммуникатор. Какие проблемы? Какие нафиг проблемы вообще? У меня вообще все есть. У меня есть коммуникатор. Слючить, да? Батарею атомную пока трогать не будем. Вдруг она нам как-нибудь может пригодиться. А то такую редкую вещь разберу. Hello World! Здравствуй, мир! Какой успех, капитан! Коммуникатор, подключенный к пульту связи, работает как часы. Внешний вид опустим, ведь мы наконец-то можем получать сообщения, отвечать на них. Теперь нам осталось только дождаться когда-нибудь, что с нами кто-нибудь свяжется. Кто-нибудь обязательно нас найдет рано или позже. Членов экипажа, это невероятно... Членов экипажа этот невероятный инженерный подвиг явно взволновал. Они слегка охмулялись, глядя на золотные пульты связи. Завтра все будет хорошо, капитан. Так, вы умираете от голода. Стоит перекусить. Истощен. Ой, это все нормально. Ой, это вот тоже друг он нам уже, да? А мы умираем от голода. Вот так вот. Вот так вот, понимаешь ли, изготовление. Суп еще можем сделать. Так, и можем опять коммуникатор сделать. Ну, давай мы суп все-таки сделаем. Так, сделаем суп. Интересно, Диди наша придет или нет. Капитан, немедленно перестаньте танцевать и послушайте меня. Ситуация критическая. Вы не матрос на Бродвее, хотя, должна признаться, провезут его прекрасно. На шаттл попал какой-то психотропный яд. Возможно, из-за того, что шлюзи полно, сами знаете чего. Блин, нечем. 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 Придется нам сходить с ума. Придется нам сходить с ума. Я сошла с ума. Ха-ха-ха. Какая досада. Так, ну что там? День 24. Ммм, неплохо. О-о-о. Ха-ха-ха. Крышняк отъехал. Крышняк отъехал. Можно не читать, и так все понятно. Томпсон, друг. А крышнячок-то отъехал. Отъехал крышнячок у капитана. Так, можем носок себе сделать? Нет ресурсов. К сожалению. Я вас понял. Модернизировать. Можем атомную батарею. А что нам это даст? Непонятно. Так, изготовление предметов. Может, коммуникатор сделаем? Блин, крышнячок отъехал. Отъехал крышнячок. Капитан, я регистрирую проблемы с состоянием психики. Генедовная программа действий. Устроить грандиозную вечеринку. Я приглашаю себя. У нас нет ничего. У нас нет ничего. Ну, пусть у вас будет по-прежнему безумный... Погоди, кормить кого-нибудь надо? Ее надо кормить. Пусть у нас будет по-прежнему безумный капитан. Ихи-хи-хи-хи-хи. Да. Носка у нас нет. А Диди, наверное, не придет. Она, наверное, издохла. Она, наверное, издохла. К сожалению, наша Диди. Да. Привет, капитан Кайфолом. Вам лучше без сомнения. Так. Мы изготовили. Диди больше не с нами. А-а-а-а. Диди больше не с нами. И что, а костюм тут, да? Мы Диди потеряли. Мы потеряли Диди. Значит, вот этого типа мы сейчас отправим в экспедицию. Персонаж. Иди в болото. Там жратва есть. Иди. И артефакт пропал, да? А-а-а. И артефакт просрали. И руководство. Печально. Печально. Так, изготовить. Мы можем артефакт изготовить новый, да? Переработать можем. Коммуникатор. А чего перерабатывать? И жрать у нас нечего. Но все. Это конец. Не знаю. Артефакт. А что нам делать им? Ну давай изготовим. Я не знаю, нахрен он нам нужен. Так, что тут? Я ощущаю на поверхности. Ну ладно, ощущаешь. Мы тогда согласимся с чем-то. Что-то ощущаешь. Нам все равно не будем вовникать. Уже все. Я расстроен. Диди пропала. Мы остались втроем. Капитан с ума сошел. Так. Малыш учесал. И артефакт изготовили. Вызвели двигатели шаттла. Да неважно, что там с нами случилось. Или почитать все-таки. Вызвели двигатели шаттла, чтобы удрать на лучший участок почвы. И приземлились на корове каменистых участков. В ту самую минуту так... Минута, как ударил первый злачок в течение нескольких кошмарных мовеньей. Шало трясло. Точно при его неудачном ходе в атмосферу. Но потом тряска прекратилась. Вы открыли глаза. Ля-ля-ля-ля-ля. В общем, мы остались живы, да? В норме. Выносливое и безумно, да? Выносливое и безумно. Так, что тут надо? Ладно, капитан, мы получаем какую-то передачу. Очень разборчиво и сложно. Корова любит мыть. Мы любить. Корова нет. Не любить. Хм, понять не имею, что значит. А нам нечем эту передачу вашу расшифровать. Что мы можем изготовить? Переработать? Переработать мы ничего не можем. Изготовить ничего не... Ничего не можем. Переработать можем атомную батарею. И из нее сделать жратву. Модернизировать можем артефакт. И батарея атомная. И коммуникатор. Так, коммуникатор. Ну, давай переработаем коммуникатор. Может быть, нам это как-то поможет. Вообще, конечно, капитана от безумия было бы неплохо вылечить. Очень неплохо было бы вылечить капитана от безумия. И жратвы у нас, кстати, нету. Ну, может, что-нибудь малыш притащит. Трудности перевода. Капитан, странное сообщение. Продолжал транслировать через коммуникатор. Но вы решили ничего не делать. По какой-то причине из-за него вы и том все больше и больше хотели есть. Когда передача наконец прекратилась, ваши желудки урчали. Короче, мы хотим жрать. Да? Истощен. Истощен. Изготовление предметов. Нет ресурсов. Переработать. Придется батарею эту ядерную переработать. Больше нечего делать. Капитан, мы поймали передачу. Похоже, это запись, которая справилась на повторе уже много лет. Нечем расшифровывать. Нечем расшифровывать. Руководство мы использовали, чтобы прогнать какого-то летающего товарища. Смутно помню. Так. Ход достижения зарабатывания. Эко-шаттл. 9 из 10. Вчера мы поймали передачу, которую воспроизводится уже много лет. Однако это сообщение оказалось на иностранном языке. Вы ничего не можете понять. Но все понятно. Безумен истощен. Истощен. Система недоступна. Изготовление привет невозможно. Система отключена. Пожалуйста, верните позже. Хорошего дня. Зашибись. Зашибись. Это почему так? Нормально. Нормально. Капитан, что-то не так. Времесленный модуль. Произошел скачок напряжения. Я ничего не могу понять с этим. Ну что, давай вот это. Она у нас вообще безумная. Она вообще безумная. Ну короче, все. Судя по всему, мы гебаним. Мы гебаним, судя по всему. Что, все? Не, я день 29. Том бежит на помощь. Его быстрые действия позволяют спасти ситуацию. Систему изготовления предметов, которые кто-то испортил. Кто бы мог подумать, что надо было всего-то вытащить шнур питания. А, мы починили модуль. Он у нас теперь работает. Выносливо истощен. Истощен слаб. А, нет. Он пока еще не работает. Вернитесь позже. Я понял. Я понял. Так, ну и что? Ну и что? Ну и что? А, не что? А, не что? Так, вы нашли в самом темном углу корабля парочку заржавейших раздушных сибанок с супом. Наверное, кто-то очень давно поставил их туда, а потом совсем от них забыл. Но похоже, что это безопасно употреблять пищу. Не похоже. Но с другой стороны... Нет, мы будем это употреблять, потому что у нас вообще жратвы нет. Нам вообще делать нечего. Это наш единственный шанс. Мы, может, конечно, и сдохнем, а может и нет. Ну, дайте нам не сдохнуть. Дайте нам еще 30-й день. О, нам дали 30-й день. Спасибо. Древний суп, который вы нашли, поставил вас в тупик. Это неудивительно. Он выглядит, как будто он старше шаттла. Но вот он здесь. Кто-то смог его тут оставить? Короче, мы его можем. Малыш, больше не с нами. Зашибись. Зашибись. Рубаха в клетку. Малыш, больше не с нами. Нормуль, нормуль. На болото, наверное, больше не надо никого отправлять. Ладно, что тут у нас? Приближается инопланетный корабль. Это что такое? Ловкость. В их судно встроена лампа, мигающая в такт музык, которую они включили. Как только мы решили с ним связаться. Капитан, у них играет, играет рок-обиль. Там уже пританцовывали. Том уже пританцовывает под этот ритм. Ну, давайте попробуем. Силт у нас никакой нету. Супом я их накормил. Малыш, больше не с нами. Диди больше не с нами. Потерял малыша и Диди. 31 день. Вы приняли вызов повелителей танца. После того, как вы и Том начали танцевать, вы приблизились к лидеру Варбопу. Он не смог ничего противостоять тому, как вы ловко маневрировали синхронно. Сказали, Варбоп одобрил. А синхронно скакали. Варбоп одобрил ваше мастерство и отпустил вас с миром. Он даже пополнил ваш запас химикатов. После танца босиком всех угостили безалкогольным фруктовым пунч, чтобы с большой стеклянной чашей. Капитан, мне кажется, что вы тренировались перед зеркалом. Так, у нас, короче, она больше не сумасшедшая. Он голоден, слаб. А, этот аппарат работает? Работает. Давай суп сделаем. Так, нам, конечно, его можно было бы послать куда-нибудь. А какой в этом смысл? А что тут у нас? Сохраняйте жизнь всех членов экипажа в течение 30 дней. Ну, мы не всех, мы только частично сохранили. Переведите таинственное сообщение с помощью. Чего с помощью? А, опять сообщение. А, нет. Один из наших шкафчиков заклинило. Теперь его не откроешь. А ведь это мой любимый шкафчик. Если мы ничего не сделаем, мы не сможем достать некоторых из наших припасов. К тому же я расстроюсь. Вам нужно действовать, капитан. Мозгами или силой? У нас силы нет, если только мозгами. Так, и нам, наверное, надо руководство сделать. Потому что мы не можем какое-то сообщение перевести. Оно у нас там заклинило. А можем руководство сделать? Капитан, вы смогли открыть шкафчик. Получили два супа. Еще один изготовился. Ура! Так, а что у меня там за задание? Еще раз. Переведите таинственное сообщение с помощью... Чего там написано? Блин, а почему одно на другое... Почему одно на другое оно нашло? С помощью... О, пере... А, справочника. Так, а могу ли я справочник сделать? Не могу. А справочник я вообще делать не могу. Пфффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффф сделаем блин 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 так мы столкнулись небольшими техническими с пультом связи другими словами совершенно слепые глухие не могу прилить источник неполадки а я тоже не могу ничего сделать к сожалению сожалению не могу ничего сделать у меня нет ни пистолета, ни брони. Возможно, это нас погубит, а возможно и нет. День 33-й. Так. Когда вы сели под перед консолью коммуникатора, который должна была вот-вот взорваться и просто сложили руки, мой процесс на секунду завис. Это было крайне логично, да, что мы весим. Но мы все еще живы. Как вы узнали, что бомба не разорвется, капитан? Не знаю. Том, кажется, все чувствует слабость. Так, вы больше не голый. Теперь ваше психистояние оптимальное. Том больше не нуждается в дополнительном байке. Так, изготовление предметов. Мы по-прежнему можем делать суп. Ну, давай мы его и сделаем. Так, ну, давай мы отправим, наверное, в болото мы уже ходили. Ну, в ущелье. Погоди, ли, куда я в прошлый раз? Я в прошлый раз не в болото отправил. Я в прошлый раз куда-то отправил в другое место. Пещеру. Пещеру отправил. Угрозы, да? А в болоте какая угроза у нас? Традиации, да. Ну, давай сходим тогда, я не знаю, в ущелье. Там мы энергию не хочу в ущелье. Пошли в пустыню. А, капитана нельзя отправлять. Так он тоже уйдет сейчас и не вернется. Он же тоже уйдет и не вернется. Знаю я его. Так, мы снова поймали передачу. Да нет у меня руководства. Не могу я ее расшифровать. Да не могу я ее, проклятую, расшифровать. Не могу я ее расшифровать. Не могу. Ну, короче, Том тоже не вернется. Я понял. Я один останусь. Вчера мы поймали передачу, которая воспроизводится. Я уже про это читал. Так, а можем что-нибудь модернизировать? Ничего не можем модернизировать. Только артефакт. Может, артефакт нам как-то поможет понять эту педерачу. Так, выносливый в норме. Тут у нас что? Капитан, с вами все в порядке? У вас какой-то кошмар? Коровтул... Коровтулху или что это? Короче, я ничего не знаю, какая каровтулху. Я завершаю день. Мне все равно выбрать, кроме интеллекта, нечего. Вы пробовали свести к нулю эффект странного сообщения. Мысли позитивны. И благодаря этому проблема почти что устранилась. Скоро вы перестали видеть кошмары. Манедлаус расходил сообщение. Это была реклама к древнему радио-сериалу Зов каровтулху. Рекламщики попробовали отразить сюжет истории, в которой мистическая чудовищная корова сводила людей с ума. Ну понятно, корова, которая сводила людей с ума. Так, изготовление нечего. Переработать можем. Модернизировать нечего. Все, короче. Мы там что там, артефакт модернизировали, да? Необычный артефакт. Так, что тут у нас? Никаких происшествий, капитан. Я предлагаю вам, капитан, не могли бы вы прикрывать рот, когда зеваете? Мне нечем прикрывать рот, когда зеваю. У меня ни носков нету. Неруководство. И не предвидится у меня руководство, потому что я его, я его переработал. Вот теперь знаю, что руководство перерабатывать нельзя. Вчерашний день тянулся долго. Иначе скучно. И так продолжится. В моем коде нет требований развлекать вас. Так, вы... Это все скукота. Это все скукота. А откуда у меня столько супов? А, мы нашли там где-то. Она голодна? Голодна. Ну, пусть кушает суп. Так. Внутри корабля что-то растет. Осторожно, капитан. Это какое-то плотоядное инопланетное растение. У него гигантские зубы. Попытки предотвратить его проникновение в шаттл с помощью воздушного тормоза провалились. Ну, у нас только интеллект. Мы вроде как стали очень умны. Хотя вот написано выносливая. Может быть, все-таки тогда сила, если... То есть, ловкость, если выносливая она у нас теперь. Ну, давай попробуем. Я не знаю. Может, оно нас съест. Может, нет. Может быть, все-таки надо было выбрать интеллект. Капитан немного прокачался. Так. Вы остановили вторжение хищного инопланетного растения в шаттл, завязав его узлом. Вы начали бегать кругами, а эта гадость пыталась следовать за вами, чтобы сажать, но так запуталась, что в итоге не смогла двигаться. После этого вы подошли и убили ее. Так. Мы убили какой-то инопланетный том. Все еще исследует внешний мир. Угу. Молодец, пусть исследует. Изготовить ничего не можем. Переработать можем. Модернизировать не можем. Так. Окейшки. Окейшки. Окей. Маски нет, поэтому не важно, что происходит. То есть, система... Утечка в системе охлаждения реактора. Но, к сожалению, мы не можем никак с этой системой. Утечкой побороться. Поэтому придется все принять как есть. День 38. Угу. Ну, живы. Радиоактивная сауна. Оказалось, Том умер. А-а-а. Том умер. Ну и что нам теперь делать? Том умер. У нас ничего нету. Мы сдохли. У нас какой-то артефакт бессмысленный, необычный. Руководство делать нельзя. Отремонтировать нельзя ничего. Чего нам делать, я не понимаю. Вот тут у нас ничего нету. Поэтому ничего. А, ну мы сейчас, скорее всего, погибнем. Там что написано? Вон наш главный шлюз. Кто-то стучится. Ну и пусть себе стучится. Ну и пусть стучится. У нас ничего нету. Мы ни с чем. Эх, вот если бы я руководство не просрал. Хищный робот-дровянист удерживал вас в своей железной хватке. Пытаясь вырваться, вы громко проклинали слух слабость своего человеческого тела. Дроид оскорблен и замер. Человеческое тело вовсе не слабое. Это венец творения. Войдя в раж, дроид прочел вам лекцию об эволюции. Вы птихоньку продвигаете шлюзию. На середине лекции вы пихнули его наружу. Вы в безопасности. Но приговор дроида поселил в вашей голове мрачные мысли. Достойны ли вы того, чтобы выжить? Или вы слабое звено? Дроид-дровянист нас хотел убить. Да, пошел он. Блин, я не могу переводить. У меня нечем переводить. Нечем у меня переводить. Нечем, 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 нечем. Блин, все ушли, не вернулись. Мы одини на корабле. Сорок дней тут оттрабанили. Вчера мы поймали передачу. Это знаю я. Я не могу ее перевести. И голодна. Я не могу ее перевести. С моим вакуумным трубками все будет в порядке. Но вам нужно утеплиться, капитан. Вы замерзаете. Значит, замерзнем. Нет у меня ничего. И изготовить нам нечего. Поэтому до свидания. Завершаем день. Замерзнем нафиг и сдохнем. Ну и пусть, ну и пусть. День сорок первый. И отопительный модуль в рабочем стане капитана. Официально бы влияем. Мы больше не в морозильнике. Но что это на вашем сосу? Носулька. До дополнительной порции пошла бы вам голоден. Здоровье ок. Выносливый в норме. Голоден. Так. Ну что тут? Опять мы нечего. О, хоть какой-то выбор, который у нас есть. Видите ли этот закрытый сейф в углу капитана? Это капитанский сейф. Он для вас. У вас нет. У вас, конечно же, есть код. Нет. Логическая ошибка. Командование проекта. Командование проекта. Острогражданин. Ведь правда назначат вас капитаном. Ну что? Ну давай ловкость. Силы-то у нас вряд ли. Силы-то мы особо не блещем. Может мы все-таки сейф откроем и оттуда руководство достанем. Наконец уже. День сорок два. Все? Не понял. Об этом сейфе, капитан. У вас получилось взломать код. У меня не было сомнений в том, что для этого у вас хватит сноровки. Подумай только, это же стандартная зажигалка программы Острогражданин. Может быть она последняя в своем роде. Вымирайте от голода в самое время для порции супа. А-а-а-а. А-а-а. Г-г-г-г-г-де-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-я. Г-г-г-г-г-г-де-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-я нахожуся. Рады, что наконец уговорил вас немного прогуляться вокруг шаттла и размяться. Хоть вы утвержаете, что я вас вынудил своим бесконечным нытьем. Выйдя наружу, вы заметили маленький астероид, летящий прямо на вас Вы хотели бы вернуться в корабль, но, похоже, шлюз Понятно Скорее всего, мы сейчас еще и сдохнем в конечном итоге, да? А, я и паек не могу дать Потому что ее тут рядом нет, да? Зашибись Зашибись Ну, давай завершим день Ну, скорее всего, мы погибли Зажигалку какую-то отхватили невнятную Не, вы вернулись, это астероиды? О, ну, выглядим плохо Вы ловко вернулись от астероиды, когда пуля улеглась, подтвердили, что остались целые невредимые Так, астероид нам напомнил жвачку Все еще в ясном сознании Жалую докурчать Истощен слаб Так, что там, этот предлагает Осматриваем наружу часть шаттла Вы наткнулись на что-то, на половину закопанную землю Несколько минут вы потратили, пытаясь раскопать предмет И результаты увидели нечто похожее на банку с супом, зажатую в каменной руке Вы можете попробовать силой вытащить банку Возмож в процессе повредить статую Или оставить предмет на месте А потратить некоторое время, осмотрев его на месте То может быть случилось так, что позже эту банку будет сложно найти Давай интеллект, сил у нас нет Мы истощены Мы истощены, у нас нет силы Если только разум нам поможет банку достать Нам нужно руководство Нам нужно руководство Мы топчемся на месте, мы не можем расшифровать Так, банку мы не получили И неважно, дальше читать не будем Слаб, голоден, но все остальное в норме Так, изготовлять по-прежнему нечем Так, тут мы ничего не можем Опять шаттл в опасности Да нам это все ни к чему, потому что мы ничего не можем У нас нет маски, у нас нет руководства У нас нет еды День сорок пятый Оооо Еее О, ес, бичес Ну что, ребятушки и девчашки Все Мы издохли А почему мы издохли? Конечно, нежелание рисковать своим здоровьем Это здоровый инстинкт капитана Однако на сей раз это может оказаться неверным решением Ядовитые ветра пронеслись над шаттлом Попав в наши незащищенные воздушные фильтры Химических составов ветров в таком, что Скорее всего, бьет большинство человеческих организмов На повал Но нас, собственно говоря, и убило Убил ли, убил ли Че нам тут напишут? Вы погибли Да это я уж понял, прожитые дни 45 Съеденный суп, успешная экспедиция одна Локация обнаружена 4 с 12 Так, а где там решение? Правильно, неправильно Используем носков из кукол Поделиться историей своего приключения Не могу, я сейчас в оффлайне Ну, короче, понятно Ну все, ребятки, девчатки Я на этом с вами прощаюсь Если вам понравилось, ставьте лайки Комментируйте, рассказывайте мне, как лучше Выживать Пишите, надо ли снимать продолжение Хотя, вообще, думаю, немножко Поиграть в эту игрушечку на ближайшем стриме Все, всем пока Остерегайтесь ядовитых ветров И мы с вами скоро увидимся Удачи!